В связи с массовой эпидемией в стране активизировались мошенники. Злоумышленники звонят на телефон гражданам и предлагают чудодейственный препарат, который им поможет вылечиться от коронавируса. В Сарове подобных случаев пока не зарегистрировано. Но в полицию продолжают поступать заявления и сообщения от граждан, пострадавших от рук аферистов. Злоумышленники действуют по старой схеме. Звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Никогда представители финансовых утверждений, тем более банков, не будут звонить на сотовый телефон и просить какую-либо информацию. Зачастую это все происходит в отделениях, либо в офисах банков, где оформляется документация. Всегда звонят только мошенники. Никто никогда звонить не будет. Прошу убедительную просьбу не поводиться на поводы звонившихся и не сообщать никаких персональных данных своих банковских карт. И тем более не осуществлять никаких операций. Обманывают мошенники-соровчаны через интернет-магазины. Сотрудники правопорядка призывают горожан быть бдительными при покупке того или иного товара во всемирной паутине. Наши жители города Саров заказывают на интернет-ресурсах различную продукцию, делают стопроцентную предоплату. И в итоге либо не получают продукцию, либо не получают продукцию не того качества, которого бы хотелось. Вещь, которая стоит действительно, как они думают, что 10 тысяч рублей, а приходит вещь копеечная, которой стоимости такой нет. Эти случаи имеют место быть, продолжаются, поступают заявления. В городе участились кражи из садовых участков. За март в полиции было зарегистрировано три заявления. Участились в Сарове и кражи велосипедов. С приходом теплой погоды, ранней теплой погоды, у нас многие жители нашего города доставят своих железных коней, садятся на них, начинают их использовать как транспортное средство. И зачастую относятся к ним как бы небережно для их сохранности. Оставляют без меры, не пристегивают, ставят места свободного доступа, где нерадивые на руку наши граждане могут завладеть и похитить их имущество. Сотрудники правопорядка настоятельно рекомендуют горожанам следить за своими вещами. В городе орудует банда несовершеннолетних преступников. В основном кражи происходят в торговых центрах. Подростки выманивают продавцов из прилавков магазина. Один из них отвлекает жертву, а другие забирают ценные вещи с собой.